Лыжная база находилась недалеко от дома Марии Казикаевой, поэтому в 10 лет будущая спортсменка решила попробовать себя в лыжных гонках. Так Мария пришла в спортивную школу Олимпийского резерва «Атом». Её первыми тренерами были Павел Шаров, а потом Николай Седов. Сейчас они продолжают помогать и поддерживать свою воспитанницу, только уже как коллегу. С 4 мая Мария Казикаева приступила к работе в должности тренера по лыжным гонкам. Потом я пришла к Седову Николаю Евгеньевичу, но Павел Николаевич также помогал тренироваться, подсказывал. Сейчас всё равно подсказывает. То есть у нас тренеры работают как дружный коллектив и всем спортсменам дают какие-то подсказки. Мария продолжила учёбу в спортивном институте в Нижнем Новгороде, а после стала строить собственную карьеру. Мария Казикаева – мастер спорта по лыжным гонкам, чемпионка мира среди юниоров по лыжероллерам, победительница всероссийских соревнований и член сборной команды Нижегородской области. Сразу вернулась в Саров, потому что у нас очень сильная лыжная школа, у нас вся инфраструктура для того, чтобы подготовить спортсмена есть. У нас есть своя лыжероллерная трасса, у нас есть отдельная лыжная база со спортзалом, с хорошим. То есть всё, чтобы спортсмен себя чувствовал комфортно, у нас есть. Став тренером, Мария всё-таки пока не бросила спортивную карьеру. Она продолжает тренироваться и выезжать на различные марафоны и соревнования. А пока её воспитанники – маленькие детки, общездоровительные группы, которые только начинают делать первые шаги в спорте. У нас один план, чтобы как можно больше детишек тренировалось, занималось, чтобы как можно больше детей выпускалось, причём выпускалось здоровыми и со сложившимися характерами, потому что спорт в первую очередь укрепляет. Ну и массовость. Все сейчас за массовость. У нас есть для этого условия. Желаем Марии Козякаевой успехов на новой должности, реализовать свой тренерский потенциал и воспитать будущих чемпионов. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.